На площади героев Ветерка порывы Давны, давно, давно закончилась война Но все еще слышны ее разрывы Те самые, что душу теребят И в памяти людской звучат набатом Как голоса погибших говорят Со мной новороссийские куранты Дрога, чекана, поступь караула Что память чтит у вечного огня И тот огонь нордостом не задула Ведь это память в сердце у меня Расскажут ли нам раморные стяги Какой была победа на крови Как были неисполнены отваги Как много было к родине любви Да, мы просим вас, проходите, пожалуйста Смелее Не стесняйтесь, давайте заходить в студию Итак Не стесняйтесь, Наташенька, проходите Спасибо Поблагодарим Спасибо большое за это прекрасное исполнение, девушки Даже немножко сложно настроить сразу на позитивный Такой какой-то утренний лак После такой, да, действительно трогательной песни Давайте мы представим нас в гостях Группа «Квинта плюс» Неоднократные победители фестиваля «Голос Победы» А вообще девчата из общеобразовательной школы Номер 14 имени Смоктановского Ну а позвали мы группу этого неспроста Близится фестиваль «Голос Победы» И сейчас у нас в студии Руководитель патриотического фестиваля «Голос Победы» Ирина Кабанцова Ну и конечно же нельзя обойтись в таких песнях Без педагога по вокалу Такое многоголосие, чистейшие голоса Спасибо большое За это говорим Благодарим Татьяну Стрелкову Педагог по вокалу И наконец вам желаем доброе утро Спасибо Доброе утро Ну раз уже наши девушки начали первыми эфиром Ты хочешь спросить, сами подбирали песню Или это руководитель выбирает Каким образом подбирается репертуар Мы вместе выбираем репертуар Вместе всегда Ну то есть вы приносите, предлагаете А почему вы нет? Да, допустим Я выбираю Какой-то набор песен И потом мы вместе с девочками обсуждаем Выбираем самую лучшую Для того, чтобы занять первое место или гран-при Ага, вот так, да Нет-нет, это только на гран-при Да Это так и происходит Но вот она не слишком тиражированная, скажем так Да Не входит в список обычных, привычных, военных песен Потому мы и выбрали, что она не сбитая песня Она до мурашек пробирает Она нас очень тронула, поэтому зацепила, можно так сказать А расскажите, пожалуйста, в чем особенность исполнения патриотических песен Именно Что нужно Какое состояние Прочувствовать Если не прочувствуешь, ты не поймешь, о чем поешь А бывает такое, что вы репетируете и плачете Да, бывает Чаще плачешь, наверное, в зале, да, все-таки? Нет, на всех репетициях мы сначала плачем, мы прочувствуем Да, мы уже все выпускаем, чтобы потом выйти на конкурсе и не плакать А только зрителям плакать Девочки приходят домой, к маме спрашивают Чего у вас глаза красные? Опять репетировала? Да Ну что ж, скажите, а какова цель вообще организации этого фестиваля? Чего хотите добиться? Самое главное Ну, это привлечение молодых, талантливых людей Для создания яркого, современного художественного образа российского народа Прочтение молодыми авторами, исполнителями военных песен, патриотического содержания Ирина, скажите, а голос Победы, он вообще какой в нашем крае? Насколько он разнообразен? Какие коллективы у вас возрастные и, может быть, по каким-то гендерным признакам? Нет, у нас заявки принимаются от 12 до 30 лет, у нас нет разбивок и в концерт могут попасть абсолютно все Кто поет, собственно... Ну, фестиваль не терпит любителей, я правильно понимаю? То есть здесь только профессионалы выступают? Все-таки это площадка для вокалистов? Не только для вокалистов, но и для чтецов У нас две номинации Тут как бы могут подать заявки все желающие У нас очень замечательные эксперты, которые, ну, могут дать цены, совет, как-то скорректировать номер на выступление Поэтому у нас принимают участие абсолютно все Скажите, пожалуйста, девочки, вот в форме обязательно ли какое-то тематическое, скажем так, одеяние? Или можно, ну, прийти просто прилично? Ну, смотрите, у нас в проходе сначала прием заявок, а потом прослушивание, два конкурса дня И здесь тоже участники задают вопросы и говорят Нам нужно прямо деться, как мы будем выступать, вот все И здесь я даю один совет, я говорю, представьте, что вы уже выступаете на сцене 9 мая В этот особенный день для нас всех Ну, и быть при параде, соответственно, праздник, выдача Да, собственно, от этого зависит, как будет выглядеть номер И жюри, конечно, это обратит внимание Скажите, пожалуйста, а где вообще можно, как процедуру заявиться людям с края, с столицы, с региона? Получается, что принять участие, я уже говорила, могут все желающие У нас с края заявки приходят А как? Вам звонить, писать? Что делать? Можно нам звонить по номеру 265-326 Можно нам отправить заявку на электронную почту Это голос, нижнее подчеркивание, победа, собакамайл.ру Также можно найти нас в группе ВКонтакте Патрический фестиваль «Голос Победы» и оставить заявочку там Мы везде их примем и никто не останется без внимания Что станет итогом фестиваля? Это единоразовое какое-то выступление или на несколько дней оно разбито? Я уже, как говорила, два конкурсных прослушивания Вот до 20 апреля мы принимаем заявки, потом два дня мы прослушиваем И итогом станет большой праздничный концерт победителей фестиваля на Театральной площади 9 мая в День Победы Под открытым небом вы будете, да, Петя? Ну, это, конечно, великое дело и очень сложно А вы готовы к этому? Готовимся Заполнимся площадью Готовимся А у нас весь коллектив квинта, то есть пятерочка, да, такая? Ну, девочки, молодцы Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в студию Благодарим за прекрасное живое исполнение За выбор великолепный Мы даже с Сергеем немножко прослезились Ну и, конечно, руководители Татьяна Слукова, педагога по вокалу И Ирина Кабанцова, руководителя патриотического фестиваля «Голос Победы» Я предлагаю еще раз вам, как организатору, напомнить, куда можно звонить, еще раз писать все координаты Или, может быть, сразу приходить на ваши отборочные туры? Нет, сразу приходить не стоит Сначала нужно подать заявку Еще раз повторяю, что заявку нужно подать? На электронный ящик Голос нижнего подчеркивания Моя собака Господи, все переводит Давайте так К вам можно обратиться через группу ВКонтакте Группу ВКонтакте Фестиваль «Голос Победы» И уточнить все вопросы Да, и если что-то можно позвонить по телефону Мы запишем заявочку Главное, чтобы было желание И телефон еще разок 265 на 326 Мы надеемся, что все 265 на 326 Да, я думаю, что есть большое количество заинтересовавшихся По краю все-таки огромное количество людей И коллективы Да, именно так Исполняют такую тематику Спасибо большое за утренний визит Прямо сейчас перейдем к нашему корреспонденту Игорю Костенкову И красноярцам, жителям и гостям нашего города Я думаю, они тоже попали в кадр Потому как он их заставил таки петь Хорошую песню